Написал, подчеркнуть. Скажите, пожалуйста, какому типу людей, учителя, руководителей, торговцы, рабочие подходит профессия программист? Спасибо. Всем типам. Сейчас большинство профессий подходит всем типам людей. Вот смотрите, допустим, я закончил на врача. На врача закончил, так? Если я обучаю людей, как правильно жить, значит, я отношусь к ученым. Правильно, спасибо. Вот. Бог, когда подтверждает, он или чихает, или звенит, или плачет ребенок. Есть эта прашна такая, уковидическая, что подтверждение всегда есть. Надо просто его услышать. Бог помогает подтверждать. Он чихает, гремит, стучит, падает что-то в этот момент, когда ты правильно сказал. Знаешь, Бог ему доволен как бы в том, что. Дальше. Спасибо. Вот. Дальше. Я уже услышал. Первый раз. Врач стал главврачом больницы. Он руководитель. Врач занимается гербалаев, продает всем таблетки. Травные. Он бизнесмен. И третий вариант. Врач делает клизмы. Он рабочий. Но специальность врач. Так? Также программист может быть главным программистом. Может быть создавать теории, как программы делать. Так? Может на программах бизнес делать. Или просто делать, сидеть программы. Все. То есть есть разные варианты его деятельности. Поэтому сама специальность не определяет, какая у тебя природа чаще всего. Есть специальность руководитель. Здесь уже как бы нет вариантов. Но некоторые руководители опять чем занимаются? Они создают теорию управления. Это означает уже не руководитель. Это уже ученый. Некоторые руководят для того, чтобы деньги делать. Это значит бизнесмен. А некоторые ходят на работу, чтобы руководить. Но на самом деле им никто не нужен. Им нужно, чтобы их не выгнали с работы. Поэтому не руководят. Это уже рабочие просто. И все. Потому что руководитель, это сердце так работает. Руководитель, это кто такой? Это не то, что у него в корке написано руководитель. Руководитель означает, что человек любит заботиться о людях и знает, как правильно заботиться. То есть он знает, чтобы заботиться о них, их надо наказывать также. Он понимает, что наказание – это вид заботы. Это не что так больно человеку сделать, это вид заботы. И руководитель, он очень ценит законы. Он знает, что без законов жить нельзя. И он ценит законы и любит заботиться с помощью этих законов о людях. Это руководитель. Его природа такая. Если человек хочет, думает, что самое главное – деньги людям нужны, не законы вот эти нужны, и по ним жить, чтобы было в обществе спокойствие, процветание. А он, человек думает, руководитель, для людей главное, чтобы у них были деньги, благосостояние, чтобы у них было. Вот, что счастье им принесет. Значит, он не руководитель, он бизнесмен по природе. А если человек думает, что самое главное для того, чтобы людьми руководить, надо им давать знания. И он постоянно планерки делает, собрания, и чему-то обучает своих подчиненных. Он никем не руководит, на самом деле. У него кто-то другой руководит, но он постоянно что-то рассказывает. Значит, он ученый по природе, не руководитель. Понимаете идею или нет? Все разные. Поэтому надо разобраться именно в этом вопросе, вот четко понять, кто такой руководитель, кто такой ученый по природе. Чего ученый хочет? Хочет давать знания. Чего руководитель хочет? Хочет, чтобы был порядок. Чего хочет бизнесмен? Чтоб все были богатые. Чего хочет рабочий? Просто, чтобы все получали его любимый труд. Результат его любимого труда. Все получают, значит...